Главное за день. Вакцина для увеличения груди, смерть ребенка и школьный локдаун. За два года, как вы, Владимир Владимирович, отметили, улучшены условия жизни 8 миллионов человек. Бурятия – пример для всей России. Итоги совещания Путина с правительством. Мы воспитываем поколение собак-людоедов. Откройте свое сердце для добра, и тогда мир изменится в лучшую сторону. Животные не виноваты, что они оказываются на улице, виноват человек. Тема недели – собаки-людоеды. Кто виноват, что делать и как выжить в этой войне. Всем привет! С вами снова я, Валерия Роднаева. Вы смотрите новости на АТВ. О последних событиях республики сегодня расскажу вам я и корреспонденты АТВ. Дэнсима Ишеева начнет с главного за день. Очередной рекорд. В минувшие сутки в Бурятии заболели короной 1153 человека. С понедельника все школы республики переходят на онлайн-обучение, кроме девятых и одиннадцатых классов. Также оперштаб ограничил деятельность компьютерных клубов и отменил концерт в честь празднования Белого месяца. А теперь о других ковидных новостях. Забавный пост выложила на своей странице в Фейсбук российская журналистка уроженка Бурятии Александра Гарможапова. Об остальных судить не берусь, но у меня после Пфайзер действительно увеличилась грудь. Памела Андерсон, спешу составить тебе конкуренцию. Что это? Призыв к вакцинации? Интересный факт или просто шутка? Остается лишь гадать. В селе Кырен Тункинского района следователи устанавливают причины смерти полуторагодовалой девочки. По предварительным данным, мать ребенка распивала спиртные напитки с подругой. Проснувшись утром, она увидела рядом мертвую дочь. Для установления точной причины смерти девочки назначено судебно-медицинское исследование. Байкал до сих пор не покрылся льдом. Обычно период его ледостава фиксируется с 9 января по 4 мая. В этом году в связи с аномальной теплой погодой озеро еще не замерзло. МЧС Бурятия призывает граждан пользоваться для переезда по льду только официально открытыми дорогами. В одном из местных пабликов появилось объявление о сдаче однокомнатной квартиры за 40 тысяч рублей. Потенциальных жильцов такая сумма шокировала. Что-то на богатом. Хм, всего-то лишь. 40. Актуально. Как будто в Париже живете. Откуда такие цены, народ? В себя придите. В Бурятии нет такой зарплаты в месяц. Торбогатайская районная поликлиника уже не раз становилась героем нашего сюжета. Теперь о ней знает даже сам президент. Подробнее в сюжете Александра Гостева. За два года, как вы, Владимир Владимирович, отметили, улучшены условия жизни 8 миллионов человек. На днях в формате видеоконференции Владимир Путин провел совещание с правительством страны. Наша республика отличилась особым образом. В рамках программы по благоустройству сельской местности районную поликлинику из Бурятии отметили как яркий пример развития инфраструктуры в селах. В селе Торбогатай, республике Бурятия, поликлиника располагалась в деревянном здании бывшего кафедрального собора. В рамках программы в селе появилась новая современная поликлиника на 200 посещений в сутки. И прием пациентов в этой поликлинике ожидается уже в марте. Старому зданию больницы почти 100 лет. Но теперь местные жители могут спать спокойно. Современное оборудование облегчит работу врачам и благоприятно скажется на пациентах. Эта программа позволяет улучшить ситуацию с жильем, с инфраструктурой, со здравоохранением и образованием на селе. И, что важно, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. Реализация этой программы позволила создать более 19 тысяч рабочих мест. И это только за прошедший год. Всего реализовали 3600 таких проектов по всей России. Александр Гостев, телекомпания АТВ. А теперь к теме, которые не сходят с экранов больше года. Каждый день в СМИ появляются громкие заголовки о нападении собак на людей. Некоторые случаи с летальным исходом. За долгое время проблему так и не удалось решить. Власти, зоозащитники и сторонники жестких мер продолжают спорить. Проводятся круглые столы, тратятся миллионы, принимаются законы, а число собак на улицах только растет. Кто виноват и что делать? Смотрим тему недели с Дарьей Белевой. Великобритания. Великобритания. Везде будем убирать. Мы уберем от детей, собак и этот вопрос будет решен. Один. Сейчас нам надо понять, просто какое их количество. Собака – друг человека? Или все-таки враг и безжалостный убийца? Думаю, многие в последнее время задались этим вопросом. По всей стране прокатилась волна нападений собак на людей. Причем не только бездомных. Каждый год в России с последствиями укусов к медикам обращаются не менее 350 тысяч человек. И это только официальные цифры. Общество расколото. Нередкие стычки между допхантерами и зоозащитниками. А что же власти? Такое ощущение, что они просто не знают, как решать проблему. И мечутся в желании угодить всем. Кто развязал войну людей и собак? Когда она прекратится? И главное, как не стать ни жертвой? Давайте разбираться. Было понятно, что ряд регионов у нас просто, скажем так, саботируют исполнение федерального законодательства. Не создают инфраструктуру, не заключают контракты на отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию безнадзорных животных. Когда мэры городов воспринимают это как какую-то 151 свою задачу по счету и по важности, это неправильно. Речь идет не о животных, речь идет о жизни наших людей. Это депутат Госдумы Владимир Бурматов. В последнее время он стал едва ли не врагом номер один для многих россиян. Бурматов – автор так называемого «закона об ответственном обращении с животными». Он запрещает убивать бездомных животных, обязывает муниципальные власти стерилизовать, чипировать, а после отпускать их на волю. Даже в самой Думе не все считают закон эффективным. После череды трагических случаев в начале года депутаты все-таки задумались о внесении изменений в законодательство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Думы Вячеслав Володин. Глава Бурятии не стал ждать изменений. И 24 января подписал указ о содержании крупных и опасных собак в приютах пожизненно. С учетом того, что собаки бродячие представляют яркую угрозу для людей, а люди у нас все-таки дороже, чем собаки, то и решение принято такое, что все собаки, которые могут представлять угрозу человека, то есть выше 25 сантиметров в холке, считать, по сути, потенциально агрессивными и содержать их в барьерах и не выпускать. Для собак необходимы места. Но есть ли они в приютах? Дано поручение нам, чтобы мы рассчитали финансирование на содержание вот этих собак в приютах. И кроме этого параллельно идет работа по созданию собак в местах. Пожалуй, самое радикальное мнение о проблеме высказал депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне. Ставить к стенке. После он поспешно извинился. Но, как говорится, осадочек остался. Про заузащитников он сказал, что эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. И надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность и на лоббирование их интересов. Что думаете по этому? Я думаю, что безопасности России угрожают в том числе такие люди, как этот Михайлов. Все такие вопросы должны решаться путем цивилизованного голосования, референдума, переговоры какие-то. Не всегда это возможно, тем не менее. Расскажите вообще, эти законы о собаках, то, что сейчас указы всякие принимаются, они вообще верны с точки зрения законодательства? Я сейчас выскажу непопулярное мнение, да, это бред. Почему это бред? Вот с самого начала вся эта история пошла в какое-то неверное русло. Законодатели, когда работают, они логически, логически недодумывают какие-то моменты. Нельзя и вашим, и нашим. Какие-то моменты надо признать. Что существуют животные, на сегодняшний момент реально опасные для человека. И здесь мы ставим вопрос, ну хорошо, что нам важнее? Человеческая жизнь, да? Или жизнь благополучия этих собак? Это недопустимо для депутата, такие высказывания. Бродячие собаки, опять же, они не с неба упали, не десантом их забрусили. Это же опять вина человека. У нас сейчас предложение намного превышается. Просто предложение в чем выражается? Не такое предложение, которое должно быть, а просто очень много выбрасывается животных на улицу. Ну, берут в основном кошек, да, сейчас? Ну, не в основном. Это вот третий случай взяли кошек. Нам, говорю, уже за зиму очень мало людей обращалось, чтобы кого-то взять. Вот эти вот меры по безвозвратному отлову, так мягко говоря, или убийству, они не дают результата. Во-первых, это как раз благоприятная почва для хищения бюджетных средств. Потому что отловили 20 собак, нарисовали 200. По 200 получают день финансирования. Никто же не полезет в скотомогильник, считай, сколько там трупов туда сгрузили. Здесь надо очень быстро, одним махом, вот тех собак, которые на улице присутствуют, их всех единовременно, что довольно сложно, да, поместить в приюте, либо стерилизовать сразу же. А это возможно? А я сразу тебе отвечу, да невозможно. Мы обязательно должны внести вот это вот право, да, что вот опасные, социально опасные животные, но они должны уничтожаться. Мы воспитываем поколение собак-людоедов. А это нормально, когда на глазах у ребенка стреляет собака, она бьется в муках этим ядом, дротиком, да, она в муках умирает там спиной у рта. Это какой стресс для ребенка, во-первых. А во-вторых, это же безрезультатно одно убили, на нее место пришли другие. Честный приют, не получая никакого финансирования, не сможет решить эту проблему. Поэтому если вводить такие ограничения, то это нужно прежде вносить изменения в федеральный закон. Ну, мы должны жить в реальности, мы должны осознавать, что человеческая жизнь, она имеет ценность большую, чем животное. То есть либо мы их в приютах держим, чтобы они это, или кормим, да, либо уничтожаем. У нас просто отсутствует культура содержания животных абсолютно. И отсутствует сострадание какое-то, сочувствие в сердцах у людей. У нас просто сплошная жестокость кругом. Откройте свое сердце для добра, и тогда мир изменится в лучшую сторону. Животные не виноваты, что они оказываются на улице, виноват человек. По животным все очень просто. Угрожает безопасность человека, должно быть уничтожено. А меры по обеспечению безопасности жизни людей мы обязаны предпринять. И это то, что должна власть говорить, не я. Это было мнение юриста и зоозащитницы. А что думают о проблеме простые улан-уденцы? Собак нужно вообще держать в приютах государственных. И ни одной собаки, чтобы не было ни большой, ни маленькой. Их стерилизуют, а потом отпускают. И они бегают голодные. Это ужас, конечно, что мы живем в такое время, когда видим такие вещи, в голове не укладывается. Стреливать, отстреливать. Ну, собаки не виноваты в это, что они оказались на улице. Виноваты только люди. А что думаете вы? Не оставайтесь в стороне и обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Оно очень важно для нас. Ну, а завершим мы этот спецвыпуск сюжетом, который сняли год назад. Увы, за это время мало что поменялось. Нам по-прежнему приходится рассчитывать только на себя. Надеюсь, наши советы по самозащите от собак спасут кому-то здоровье. А может быть и жизнь. С вами была Дарья Белева. Берегите себя. Чтобы избежать нападения собак, нужно следовать этим правилам. Никогда не трогать животное во время сна или еды. Не кормить чужую собаку. Не подходить к собаке, находящейся на привязи. Не показывать страха и волнения враждебно настроенной собаке. А также отдавать команды сидеть или фу твердым голосом. Но если собака все-таки напала? Ни в коем случае не поворачиваться к ней задом, чтобы от нее убегать. Наоборот, постараться успокоиться и маленько на нее так, ну, корпус тела поставить. Скорее всего, потому что, ну, много случаев, что она просто маленько обладит или обнюхает и уйдет. Если вы уже нападаете, то собака уже. То желательно подставлять, что есть под рукой. Если есть рюкзак, то поставить рюкзак. Если, ну, какой-то есть сумка, то сумку, допустим. Если успеешь, то, ну, лучше поставить руку, чтобы рукав, чтобы собака дернула сон за рукав. Или если уже ничего нет, то, ну, ни в коем случае не подставлять жизневажные органы, потому что, ну, травма, ну, опасна. Фу! Все, все. Ну, собаку спротив, вот, все, маленько, чтобы она успокоилась, если у тебя есть возможность, вот это место, все, она у тебя уже может спокойно там ее даже увезти. Главное, постепенно уходите ближе к людям или просто на другую территорию. То есть уходите как можно дальше от привычного ареала собаки. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и, возможно, убежит сама. Мы рассказали вам о некоторых правилах защиты, но надеемся, что они вам никогда не пригодятся. Это еще не все. Вот что вы узнаете после короткой рекламы. Мне больно, что вот эту Россию, прекрасную, настоящую, мы так редко видим. В Совете Федерации подвели итоги Дней Бурятии. Весь проект мы должны реализовать до конца 27-го года. Отель «Просто космос». На берегу Байкала построят премиальный оздоровительный комплекс. Все на Байкал. В Бурятии возобновили чартерные рейсы для туристов. Любите кушать? Ну. Бузы против голубцов. Любимая еда в рубрике «Улану де лайф». Абсолют Белгурте Уринабде. Фестиваль «Буз» в Абсолюте. Все бузы со скидкой 20%. С щедрым праздничным столом к нам придет достаток в дом. Савангарар. Савалгар. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. В течение нескольких дней наша республика представляла свои лучшие достижения и участвовала в заседаниях профильных комитетов, на которых обсуждались актуальные проблемы. Об итогах дней Бурятии расскажет Екатерина Быкова. Делегация Бурятии работала в Совете Федерации два дня. Обсуждали проблемы республики на профильных комитетах. Самые большие проблемы у нас касаются экологии. Экологии жизни, проживания людей. Экология озера Байкал. Не обошли мы и социальные объекты, и объекты здравоохранения, культуры и так далее. Но если все-таки говорить о приоритетах выстроенных, то это экология. Нужно просто взять помочь. Поэтому я голосовал, безусловно, за то решение, которое есть. Желаю успехов коллегам, кто работает в Бурятии. Ну и, безусловно, гражданам. Дай бог, чтобы холод на улице превращался в тепло в душе. У нас на Урале так говорят. Меня очень заинтересовала информация о том, что в Бурятии построено социальное учреждение, дом-интернат, который глава республики охарактеризовал как отель «Все включено». Это пять с плюсом, пять звезд. Появилось желание приехать в Бурятию и посмотреть именно учреждение это. Посмотреть, как там люди живут, как они обустроены с тем, чтобы то, что лучше, не только к своему региону применить, но и для всех пожилых людей, которые проживают на территории всей Российской Федерации. В рамках Дней Бурятии прошла и традиционная выставка. Делегация республики презентовала все самое лучшее. От вертолетов, которые собирают на Улан-Удэнском авиазаводе, до местных сувениров. Творческие коллективы Бурятии также представили национальные танцы и песни. Вот сегодня я на работу шла, и там слышу прекрасную вашу музыку, танцы. Вижу, что все в красивых национальных костюмах. В душе рождается такое хорошее чувство, и ты понимаешь, что вот настоящая Россия – это вот то, что мы сегодня видим в этих танцах. Видите, я даже не могу спокойно говорить. Вот настолько действительно. Мне больно, что вот эту Россию, прекрасную, настоящую, мы так редко видим. Я все-таки бурят по национальности. Я всегда считаю, что город Улан-Удэ – это не только административный центр республики Бурятия, это центр бурятского народа, его культуры, его науки. И поэтому мне всегда небезразлично. Субсидирование тарифов на электроэнергию, цены на газ, модернизация сферы здравоохранения, расселение семей из ветхого и аварийного жилья с территории БАМа – именно эти вопросы внесли в итоговое постановление Совета Федерации. Сенаторы профильных комитетов будут следить за решением проблем. Екатерина Быкова, телекомпания АТВ. Премиальный эко-отель появится на берегу Байкала. Реализацией проекта занимается известная во всем мире гостиничная компания «Космос Хотел Групп». Уже сейчас инвестор обещает построить пятизвездочный отель, оздоровительные и медицинские комплексы, спа и многое другое. Малый бизнес республики не останется в стороне. Для них готовят разные варианты сотрудничества. Байкальская гавань принимает нового инвестора. Компания «Космос Хотел Групп» обещает возвести премиальный комплекс в бухте «Безымянная». Проект масштабный, поэтому комплекс запустят только через пять лет. Сроки очень сжаты. Первую очередь проекта у нас по бизнес-плану мы должны завершить до 1 апреля 2024 года. Весь проект мы должны реализовать до конца 2027 года. Но при этом я должен сказать, что руководство компании и руководство корпорации нацелено на ускорение сроков реализации этого проекта. Проект включает строительство пятизвездочной гостиницы, дуплексов и коттеджей, спа-центра, клиники тибетской медицины и многого другого. Общая площадь комплекса превысит 50 тысяч квадратных метров. И здесь найдется работа для малого бизнеса Бурятии. Малый и средний бизнес, я думаю, что тоже будет здесь востребован, потому что это и, я уже не говорю о туристской инфраструктуре, которая, значит, будет все, я думаю, что гости нашего курорта будут пользоваться экскурсиями, будут пользоваться той уникальными традициями, которые есть в Бурятии, начиная от красоты Байкала и красоты природы, заканчивая кухней и различными традициями, как старообрядческими, так и, я думаю, буддистскими. Конструировать байкальский отель по экостандартам будет немецкая компания с мировым именем Обермайер. Ее сотрудники уже больше полувека занимаются подобными проектами по всему миру. У нас одна из крупнейших мировых компаний Обермайер, которая занимается подготовкой мастер-плана. Это одно из ключевых условий для того, чтобы весь проект был максимально интегрирован в природный ландшафт с минимальными нарушениями его в видеокоммунике сейчас. Соглашение о строительстве подписали на прошлой неделе. Планируемый объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей. Увидеть Байкал – мечта многих путешественников. За последние два года Солнечную Республику посетили около пяти тысяч туристов. 2022-й не станет исключением. В феврале стартует обновленная чартерная программа с символичным названием «Лед Байкала и солнце Бурятии». Туристы познакомятся не только с удивительной природой, культурой и кухней Республики. Их ждет экстремальный отдых по священному озеру на снегоходах и судне на воздушной подушке. С каждой программой у нас повышается уровень подготовки наших операторов, нашего местного небольшого бизнеса, который работает с туристами. У нас увеличился ассортимент сувенирной продукции и так далее. То есть мы растем вместе с этой программой. Программа стартует 12 февраля и продлится до конца марта. Цена восьмидневного тура составляет почти 36 тысяч на человека. Стоимость включает авиаперелет, трансфер, проживание и экскурсии. Напомним, чартерные программы реализует федеральный туроператор Туи «Россия» при поддержке Ростуризма и региональных органов власти. И это новый уровень сервиса, новый уровень впечатлений для туристов. Добро пожаловать в Бурятия! А сейчас я попрошу голодных людей отойти от экранов. В следующем сюжете мы будем говорить о еде. Ароматные голубцы, свежая выпечка и самый вкусный борщ. Только не спешите бежать к холодильнику. Дайте аппетиту разыграться. Смотрим новый выпуск «Улан-Удэ-Лайф». Там бузный дух, там мясом пахнет. Привет. Хочешь, я тебе открою секрет, что хранится в холодильниках у наших улан-удэнсов? Если да, то досмотри это видео до конца. Здравствуйте. Продолжите, пожалуйста, фразу. У меня в холодильнике дома есть... Молоко. Цены в магазинах растут, а я... Что я? Я даже не знаю, что я. Скажите, пожалуйста, что должно быть в холодильнике у каждого улан-удэнса? В данный момент... Ну да. Ну, в смысле, в холодильнике. Так сейчас подумаем. Во-первых, лекарство какое-то, а во-вторых, это самое, овощи, фрукты. Информационные пептиды, которые есть в вашем организме, в моем, в данный момент у нас вырабатываются. Но если мы дополнительно его добавляем из нее, наш иммунитет постоянно обучается, тренируется и работает очень хорошо. Очень интересно, но ничего не понятно. Он показал мне, что он оперативник ФСБ, и у него здесь скрытая камера, и он торопится на спецзадание. У вас большой холодильник? Нет. Нет? С меня ростом, с вас? С вас. Ну, как не большой, это нормальный такой. Цены в магазинах растут, а у меня... Кризис. Один из самых главных вопросов, почему эти цены растут? Ну, растут цены. А вы? Тоже растем. У вас что дома в холодильнике? Вкусненько есть что-нибудь? Да. Что, есть? Все. Ну, как все-то? Все, что я люблю. И карпаччо из говядины даже есть? Карпаччо. Ну, а что говорите, что все? Вот, допустим, молоко мы брали, по-моему, раньше по... 82, что ли. Сейчас она, по-моему, 86. Как ваши делишки? Нормально. Не торопитесь? Торопаюсь. Чуть-чуть, минутку со мной поговорите. А гарнир какой ваш любимый? Вы меня заболтали, я в него прошу. Любите кушать? Нет. Все больше всего любите? Позы. Как вам цены в магазинах сейчас? Выросли. Вам это нравится? Нет. Нет? Нет. Вот эти какие-то различные акции, которые делают магазины, бонусные карты, это как-то помогает или это бессмысленно вообще все тоже? Акции? Какие акции? Подружка моя. Гречка. Гречка. Я тоже люблю гречку. Глупцы, гречка, слушайте, у нас как много с вами общего. Такое, вы замужем? Пошли. Все, выключаем, мы пошли. Ну что, вы узнали, что есть в холодильниках у наших горожан. А теперь поделитесь с нами, что лежит у вас в холодильнике. Ну что, пишите комментарии, ставьте лайки, отправляйте это видео своим друзьям, подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме. Счастья, любви, здоровья. Вас всех целую, мои хорошие. На этом у нас все, но не переключайтесь. Впереди вас ждет много интересного. Также подписывайтесь на АТВ во всех социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Сагалган поздравляем, счастья и здоровья вам желаем. Масло сливочное, алтайское, со скидкой 52% всего за 99 рублей. С щедрым праздничным столом к нам придет достаток в дом. Оптика СССР. С Новым годом! Пусть исполняются все желания. Приходите в оптику СССР. Здесь тепло и красиво. Здесь любят и дарят подарки. Я люблю оптику СССР. Субтитры подогнали Симон.